Добродетель, приписывать всё Богу, ничего не почитать своим, ничего не делать для приобретения славы человеческой, но всё для благовождения Богу, потому что Он, а не другой, кто потребует от нас отчёта. В наше же время порядок этот извращён. Ныне мы не столько боимся того, кто некогда восядет на судилище, и потребует от нас отчёта в делах наших. Сколько страшимся тех, которые вместе с нами пристанут на суд. Откуда же у нас эта болезнь? Откуда проникла в наши сердца? От редкого помышления о будущем и крайней привязанности к настоящему. Оттого мы так легко впадаем в злые дела. И даже если делаем что-нибудь доброе, то делаем только на показ. Так что и отсюда для нас происходит вред. Ты не один раз глядел бесстыдными глазами на женщину и утаил это как от той, на которую посмотрел, так и от спутников твоих. Но ты не скроешь этого от ока, никогда не дремлющего. Ещё прежде чем человек совершит грех, оно уже видело в душе его преступную похоть и внутреннее неистовство, и бурное и необузданное движение помыслов. Тот, кто всё видит, не имеет нужды в свидетелях и доказательствах. Итак, смотри не на подобных тебе рабов. Если и похвалит дела твои человек, для тебя нет в том никакой пользы, как скоро не примет их Бог. Равным образом, если и похулит их человек, нет в том для тебя никакого вреда, как скоро не похулит Бог. Напротив, высоко ценя мнение подобных тебе рабов, а не страшась и не трепеща ни годования судьи, смотри, не прогневаясь судьё. Итак, презрим похвалу человеческую, доколе станем унижаться и присмыкаться по земле, доколе будем порываться к земле, когда Бог влечёт нас на небо. Братья Иосифа не сделали бы умысла убить своего брата в пустыне, если бы как должное имели предотчаяние своими страх Божий. Равным образом и Каин, если бы боялся суда Божия, как надлежало бояться, не сказал бы Авелю, пойдём на поле. В самом деле, для чего ты, жалкий и несчастный, отлучил брата своего от отца и увёл в пустыню? Разве Бог не видит и на поле твоего детского преступления? Как ты не научился и случившегося с твоим отцом, что Бог всё видит и присутствует при всех наших делах? Но почему, когда Каин не признавался в своём преступлении, Бог не сказал ему, отменяли вездесущего и знающего, даже тайное помышление ты скрываешь? Потому что он не мог ещё хорошо понимать этих свойств Божиих. Что же сказал ему Бог? «Голос крови брата твоего вопиёт ко мне». Готиет 4.10. Слова эти не то значат, чтобы кровь имела голос, а сказаны в том же смысле, как и мы говорим о случаях явных и очевидных. Самое дело говорит. Итак, всегда должно иметь пред очами суд Божий, и всё зло угаснет. Таким же образом и во время молитв мы можем удерживать трезвенное внимание, если будем помнить, с кем беседуем, если будем представлять, что приносим жертву, имеем в руках нож и огонь, и дрова, если мысленно отверзши двери неба, там остановимся, и, взяв духовный нож, вонзим его в жертвенное животное и пожрем ему трезвенное внимание и прольём пред ним слёзы. Такова кровь этой жертвы, таковым закланием должен быть обогрён этот жертвенник. Смотри же, не позволяя ни одному помосту занимать в это время твою душу. Аминь. Окей, пойки, меня позвольте.